Открытие в классическом университете медицинского факультета реально повышает шансы на то, что выпускники школы республики, выбравшие для себя профессию врача, будут учиться и работать в МРИЛ. Так, например, половина из 24 выпускников биолого-химического класса Каркатовского лицея-интерната, который славится серьезной подготовкой по химии и биологии, уже решили поступать на лечебное дело в МРГУ. И, скорее всего, это у них получится, поскольку за последние 14 лет в Медвузы России успешно поступили 242 выпускника этой сельской школы. В чем секрет успеха педагогов и учеников лицея в Каркатове? Ответ на этот вопрос попыталась найти наша съемочная группа. Каркатовский лицея-интернат стоит особняком на фоне других сельских школ республики. И дело не в том, что он ведет свою историю еще с 1886 года. Сильный педагогический состав, традиции образования и современная материальная база. Именно поэтому сюда приезжают учиться одаренные дети из всех районов МРИЛ. Сегодня здесь обучаются без малого 400 человек из 85 сельских поселений и 12 городов и районов региона. И практически все они добиваются успеха. Благополучно поступают в самые престижные вузы страны. Наши выпускники сейчас учатся в 13 городах Российской Федерации. Есть студенты военно-медицинской академии, академии МЧС Свердловск, Екатеринбург. Ну, я думаю, что учебный год прошел удачно. Провели аккредитацию и результаты ЕГЭ нас устраивает. Есть стабальник, стабальница по химии, Яковлева Анастасия, 98-96 баллов. Свыше 15 человек набрали свыше 80 баллов. Ну, как мы уже знаем, что у нас в республике при Морийском государственном университете открывается медицинский факультет. Из 24 выпускников нашего биохимического класса изъявили желание и написали заявление 11 человек. Не случайное внимание правительства региона к образовательному учреждению. На днях у педагогов лицея была возможность задать волнующие их вопросы напрямую главе МРИЭЛ Леониду Маркелову. Тем обсуждалось много. От строительства при лицее нового спального корпуса интерната до перспектив газификации Маркинского района, в котором и находится Каркатовский лицей. Как отметил Леонид Маркелов, средства на спальный корпус интерната уже заложены в бюджете района. Это более 100 миллионов рублей. Кроме того, при лицее будет построен долгожданный бассейн. Средства, заложенные на газификацию, в этом году составляют около 180 миллионов. Один из вопросов касался строительства в районе фельдшерско-акушерских пунктов. Ведь, возможно, именно там будет работать кто-то из выпускников лицея. Глава МРИЭЛ напомнил, что в районе на данном этапе реализации проекта запланировано строительство четырех ФАПов. Один из которых будет как раз и находиться в Каркатово. И пообещал приехать на его открытие. Когда вот это вот нам говорят, надо оптимизировать все. Я с этим вообще не согласен. На месте, в населенном пункте должен быть ФАП, должен быть фельдшер и медсестра. Мало ли чего, давление измерить, укол сделать. Ну куда человек поедет в город? А помощь-то медицинская нужна сейчас, сию минуту. А пока он доедет, неизвестно, что случится. Поэтому мы приблизили вот эту медицину, качественную медицину, прямо до самого, как говорится, человека непосредственного. Ну, вы вовремя среагировали, поэтому на ваш ФАП я приеду. Рассказал Леонид Маркелов и об инвестициях в экономику и инфраструктуру Маркинского района. В частности, на ремонт и строительство дорог нынче республика выделяет здесь 90 миллионов рублей. Кроме того, около 2 миллиардов 300 миллионов инвестируется в строительство сельскохозяйственных объектов на территории района. Это позволит открыть новые рабочие места и увеличить налогооблагаемую базу. Знакомясь с материальной базой Каркатовского лицея, Леонид Маркелов обратил внимание на картины, выставленные в фойе школы. Оказалось, что это работы местного преподавателя изобразительного искусства Владимира Павлова. Пейзажи и портреты художника так поразили главу республики, что он дал распоряжение представить педагога к награде, присвоив ему звание заслуженный художник республики Мариел. В знак благодарности Владимир Павлов подарил Леониду Маркелову одно из своих полотен – портрет женщины в национальном арийском костюме. Как обычно творчество начинается именно от окружающей среды. Что тебя окружает, какая природа, какие люди. Мне посчастливилось жить именно в такой местности, где и природа красивая, люди красивые, душевные. И как раз это дает мне какое-то творческое начало, творческий посыл. И создаю в основном пейзажи. Но излюбленным жанром является и портрет. Эту картину я написал после окончания педагогического университета, где я учился пять лет. Захотел написать, потому что я с детства как бы был восхищен нарядами марийских женщин, девушек. И летом решил создать такую картину, где как раз была запечатлена молодая женщина в свадебном наряде. Подводя итоги встречи, Леонид Маркелов еще раз поблагодарил педагогов за их успехи в воспитании подрастающего поколения. Отметив, что правительство сделает все возможное, чтобы выпускники школ, в том числе Каркатовского лицея, которым по праву гордиться республика, оставались учиться, жить и работать в Мариел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова